Завязывая заправку, видишь, бензин, один галлон такого бензина для этих кораблей, специальный бензин, стоит 8 долларов один галлон. Значит, мы сейчас находимся, это паркинг для вот таких вот катеров, да? Да, это они тут ночью. Арендует, в основном, это богатые люди, да, ездит на рыбалку. Ты позволен идти? Что? Вы позволен идти? Да, да, да. Хорошо, но я хочу, чтобы я хочу, чтобы я пришел домой. Хорошо. Разрешается ходить, гулять, если не найдешь паркинг. Спасибо, сэр. Что? Куда? Ну что, паркинг искать надо. Тут платный паркинг. Видишь, написано, монетки кидать? Я сейчас нахожусь на одной из центральных улиц Оушен-Сити. За мной страшно дорогущие катера. Эти катера находятся в чьей-то собственности. Сюда пускают погулять. Возможно, для того, чтобы заинтересовать потенциального клиента. Смотрятся, конечно, шикарно эти катера. Бензин для них особый, очень дорогой. Вот эта вот заправка. Бензин 8 долларов за галлон. И там за мной отели, в которых можно поселиться и выйдя из отеля, сразу сесть на катер. Вот я вижу, как один катер припарковался. Парковщик-работник пристани помогает. Это маленькое судно. Люди живут в этом отеле. Это маленькое судно по сравнению с этими катерами. Я бы лучше на этом покаталась. Всему свое время. Белоснежные катера, конечно, очень красивые. Так, это Анка. Она приехала из Румынии. Сейчас она себе расскажет. Привет! Я сейчас рассказываю. Я Анка. Я приехала из Румынии. Я живу в Ошенской городе за 4 месяца. Я работаю здесь. Я приехала с двумя моими друзьями. Мы живем в доме. Мы 8 человек. Мы встретились здесь. Мы стали друзьями. Это замечательная опыт. Для этого весна. Вы должны все сюда приехали. Спасибо. Пусть скажет, что это очень важно. Учить английский язык. Она знает это со второго класса. Вы учили английский. Да, я учила английский. Это очень важно. Чтобы работать здесь. Да, это очень важно. Как говорить английский. Потому что все люди, которые приехали здесь, они американцы, большинство. Это единственное язык, что мы можем говорить. Я говорю румынский просто, когда я домой. Проблемо, что ты можешь учить спальниска. В самом деле, я знаю спальниска. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Я могу говорить. Но не много спальниска. И я понимаю французский. Потому что я учила французский в школе. Но я не знаю, как говорить французский. Я просто понимаю. Спасибо большое. А на то, что вы хотите оставаться здесь или поехать? Вы планируете здесь? Может быть... Я пойду домой. В октябре. Я должна быть здесь еще один месяц. Но я живу здесь, но не здесь, в Марилендии. И не в Новосибирске, по крайней мере. Может быть в другом стране. Но я пойду домой, потому что я очень много не забыла. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Это Анка была. Это девочка из Румынии. Сказала, что приехала сюда второй раз. Живет здесь с друзьями. Но очень скучает по дому и собирается возвращаться. Очень хорошо знает английский язык. Учит его со второго класса. Понимает, что это очень важно. В принципе, здесь обычная практика. Девочки работают из России. И также украинок я здесь не видела. Там сразу пляж. Но работа здесь, конечно, непростая. Нужно ловить клиентов. Тем более конец сезона. Некоторые девочки работают посудомойками. Но, в принципе, им здесь нравится. А мы купили шляпу. Скажи, как по-английски это звучит? Мы купили шляпу. Мы купили шляпу. Сан-Пианка. Как я могу найти это? О! Оушен-Сити. Центральная набережная. Что, ты мне предлагаешь сделать тату? Мы уже купили шляпу. Как же без шляпы на курорте? Так. Это центральная набережная. Она называется Boardwalk. Она имеет деревянный настил. Я сейчас разверну камеру, покажу. На каждом углу пальмы. Красота неимоверная. Очень красивые отели здесь. Многие с бассейном. Это одна из самых таких популярных прогулочных зон в Оушен-Сити. Здесь даже проходят всякие мероприятия, парады. Даже проходят конкурсы Miss Ocean City. Это предварительный отбор перед Miss America. И тогда все это превращается в такой самый настоящий карнавал. И я сейчас разверну камеру, покажу немножко, как все это выглядит. Вот, в небе парят летучие змеи. Здесь очень много всяких развлекательных мест, аттракционов, прогулки на катере, парашюты. Вот такие вот магазинчики на каждом шагу. Кафешки. Вот здесь, вот здесь на лавках, мой муж заметил, написаны имена тех, кого должен помнить город. Вот в память там такого-то от сына, брата, мазер-фазер. Ага, тут это, да, это уже люди поумирали. Не знаю, может быть, это родственники какие-то ставили эти лавки. Да, видимо, это жители города делали такой вот подарок, когда строилась эта набережная. Вот мне очень нравятся вот эти кафешки. Пальмы на каждом шагу. Ты снимаешь? Я снимаю. Нет, я кафе снимаю. Вот, посмотри. Видишь? Я показываю набережную. Там парк аттракционов. Колесо обозрения. Что там еще может быть? Маяк, да? Маяк. Ой, какая красота. Боже мой, как красиво. Такое синее-синее небо и такие яркие летучие змей, что... О, да, да. Смотри, какие штуки интересные. Да. Это такой магазин, да. Вот, ездит такой транспорт для тех, кто устал ходить пешком. Да, это для мужа моего. А мы, кстати, назад можем так поехать. Проезд, по-моему, стоит 3 доллара. В два конца. А ну, узнаем. Этот транспорт, я не знаю, как это назвать. Ездит только по этой улице. Я не знаю, как этот транспорт называется. Так, хочу сказать, что здесь все время происходят какие-то шоу. Я так понимаю, что это фокусник. Да. Посмотрим, что он будет делать. Так, это надолго, пожалуй, там будут угадывать карты. Я хочу показать. Так, вот здесь скульптуры, но это не песочные. Это уже, наверное, какие-то из камня. Да. Детям очень нравится. Везде летучие змеи. Да, вот люди запускают летучего змея. Кстати, это очень здесь популярно. Вот он, большой самолет. Вот, какая-то галерея картинная. Муж нашел что-то интересное. Антик-карт. Ух ты! Тут вообще какой-то антик-квар, я смотрю. Вова, что это такое? Какие-то надписи. Майкл Джексон Мемориал. Мемориал, вов какая-то. Воушен галерея, это галерея. Да, это художественная галерея. А вот посмотрите, что это такое. Ух ты! Старинные полицейские. Вот что мы нашли. Это просто чудо какое-то. Это такая вот художественная галерея в Оушен-Сити. Все обклеено надписями. И вот мы набрели... Набрели на такой вот автомобиль. Давайте еще попробуем. Сейчас, сейчас. О, там пассажиры есть. Там Бэтмонс. Да. Там сидит Бэтмен, мой муж говорит. Еще раз показываю эту машину. Великолепную. Такое произведение искусства современного. Номер «Ездить можно» написано. 17-й год «Хисторик». Ух ты! 17-й год? До 2017 года можно ездить еще. Она может и ездить еще. Ага, она даже ездить может. Вот, еще раз показываю художественную галерею. Конечно, это здание смотрится очень интересно на фоне современных отелей. Сразу бросается в глаза. Такое яркое. Так, мы продолжаем прогулку. Великолепный пляж «Оушен Сити». И вот они, фигуры из песка. Их здесь выставляют традиционно. Я так понимаю, что там сидят. Нет, не сидят. Я думала, авторы сидят. Вот здесь вот собирается пожертвование. Это на что пожертвование? На город или это автором? На Нессе. Кто-то не зря потрудился, получается. Они подсвечиваются вечером. Вот мне муж подсказывает. А песок какой? Какой песок? Боже мой. Красотища. Ну и здесь везде байк. Вот такие вот. Как это называется? Байк-стоянка или как? Байк. Ну как, обычное место где... Рент. Вот здесь вот рент велосипедов. Стоимость 6 долларов. От 6 долларов, вернее, до 20 за час. Ну за час здесь не наездишься. Нужно как минимум брать на 2-3 часа. Ну это тоже здесь популярно, на этом курорте. Да, и здесь везде арт-площадка. Вот это стрит-арт. Рисуется прямо на улице. Я как-то этим интересовалась. Продают 40 долларов строить. Да, это оригинальная техника исполнения. С помощью вот таких вот баллончиков. Есть специальные школы, которые обучают это мастерство. 40 долларов картина. А вот ретро-фото, видимо. Какие здесь мисс встречает. Ретро. Вот здесь вот вход на борт-вок. Вход на эту пристань. Так, и вот здесь при входе флаги. Флаг, наверное, города, страны, штата, да, Вова? Штат Мэрилэнд, вот с самой справой стороны. С правой стороны штат Мэрилэнд. А это памятник пожарному. Здесь где-то есть музей пожарным. Да, вот это вот непонятно. Мужик несет крест. Муж говорит, что это может быть паломник. Там впереди. Вот акула, и это музей странностей. Это тоже очень популярное место. Мы в этот раз в музей, наверное, не пойдем. Дальше начинается тоже старинная набережная. Сейчас мы на нее выйдем. Да, и вон впереди маяк, да, Вова? Впереди маяк. Да, это развлекательный центр. Я еще хочу добавить в этом музее предоставленные экспонаты, которые редко встречаются в природе, либо какие-то вещи, созданные руками человека. Какие-то редкие вещи уникальные. Музей тоже очень популярное место в Америке здесь. На каждом шагу аттракцион, и эта комната страха, похоже. Я бы поехала. А ты хочешь? Вот. Страшно как. Страшно как. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну а вот царство Аладдина ДимаTorzok Мы поехали в Дайтонубич Кошмар Вот люди в свободном падении Нет, мы туда не пойдем Не, я не хочу Здесь вот еще есть такое развлечение, можно ловить рыбу и по-моему крабов Да, да, там, наверное, основной маяк, я хочу поснимать какие здесь волны ДимаTorzok 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 Не требует покушать, чтобы что-то... Вот, ловят рыбу Ну да, здесь же рыба, значит здесь и чайки Вот какой вид отсюда Еще один музей, там гигантская рыба Которую поймали моряки И она весила около 60 килограмм Вот здесь экспонат тигровой акулы Это был рекордный улов Рыбак поймал ее в 1983 году, да? 9 июля, да Это что, как бы рекордный, самая большая она что-ли была? Да, ну пока на сегодняшний момент больше никто не было Ага, ну то есть И вот здесь вот такой вот пирс шикарный Волнорез А это маяк Ну, сейчас это зона отдыха Макет железной дороги А все купим, чтобы топить Потому что паровозики на углях работали Макет железной дороги Там написано, что был построен в 1903 году Ага, в 1903 год паровозик Хочу поснимать просто туристу Показать Такая пристойная публика Разношерстная Но очень все культурненько Кстати, на каждом углу вот такие вот туалеты На каждом углу? Ну, имеется в виду, что везде, да Везде есть туалеты Сколько мы вот прошли всю эту набережную Я не увидела ни нищих, ни бездомных, никаких попрошаев Очень достойная публика Люди очень доброжелательные К нам несколько раз подходили С предложением меня с мужем сфотографировать вместе Потому что мы то он меня, то я его Вот, и люди сами предлагали как бы помочь И чисто здесь, правда, вот мороженое Недалеко И что-то там хляпается Ну, вообще, мусорки тоже везде На каждом углу Везде мусорки Я хочу показать, какие огромные чайки Вот здесь мы идем в зону для курящих Это просто капец, какие они здоровые Муж говорит, я сюда не пойду, чтобы они на нас не накинулись Я еще таких не видела Они просто как соколы Может, это соколы вообще, не чайки? Какие-нибудь Здоровые такие Вот я не могу понять, что это такое Да, да Их тут все кормят